друзья всем привет это первое видео с дня занятий у компании лехлер это теоретическое видео возможно выйдет еще одно по теории если смогу собрать более менее интересную информацию дальше всех видео которые падают это будет чисто практика их будет несколько но все что вы посмотрели в стримах это то что мы реально хотели показать именно онлайн то что мы видим на поверхности вот мы совершенно спокойно можно взять и спилить корове да и видим чистый металл замечательный но имел коррозия это вот такая вот шляпа которого вычистить это у которой глубина больше ширины и вот для таких случаев применяется как раз двухкомпонентный кислотник потому что он способен за свое время долгой вот когда затечь и там ее локализовать больше никакой преимущества он не даст да он сделать фосфатную пленку на поверхности тоже паспал дать получается в читаем цветами там на поверхности да он очень такой коррозион настойки великолепно но если мы поверхность возьмем и прервем процарапаем он нам ничего не сделает гниг будет очень так же как и везде единственная вещь которая способна защитить этот машина такой шляпы да это обычно цинк получается легко химическая реакция когда краска начинает отстаиваться с цинка ржавчины нет условия выражения можно было сделать да я тебе скажу больше на условиях и дилерского центра не сможем сделать потому что это он выдаешься гальваническая ванна то есть это производственный процесс поэтому нам подвластны лишь только обычные до компоненты вот если поверхность не сильно ушатанно куда нам вполне будет использована достаточно использована всего лишь либо пактить кому надо либо отворы случаи либо это все если в сложных случаях но при 20 минут вот этого лишних ждать не очень интересно однокомпонентный грунт аспарта цинка вторичном ремонте для выполняешь эти вот однокомпонентные продукты при расшлифовании места начинает фонд вырубаться из-за своего не знаю текстура или сам материал начинает это очень часто такой дефект приходит лишь только берите происходит из одного о высохла то есть я не открываю инструкцию до который обычно прикладывается значит тоже слоев и только это время не сушки мы же как обычно сухой да а у нас не забывая что пленку который на 8 она имеет определенную толщину то что соприкасается с воздухом полюбаса словно быстрее да поэтому мотовейцы весны быстрее и мы визуально смотрят что поверхность изменилась чтобы он вот этот вот пирог он еще сырой и когда мы сверху начинают вторичные материалы накладывать про растворителя все равно куда идти он поделился с ними вуаля рециркулировался превратится то же самое грунт поле кто-то самый до закрыл но все великолепно в состоянии болотах находится внизу все моментом какое-то время прошло начинаем делать ремонт и растворитель очень плохо более того некорректно сшитая страха слов кристаллическая решетка да она не является фундаментом является основана является каким таким таким болотом и когда мы в него вырезается и наносим снова растворитель опять туда залезает его я смотрите пунктами я рецептуировался на зеркала как вспомнил тоже вроде все сделаешь просто только понюхать все задние колпа 4 у нас даже придумали как только лак и спасал изолировать что надо почему вы не использовали изолятор в верхней поверхности от нижней что в нем такого особенного почему разбавитель присутствует во-первых он завода там российский это растворители разбавители мы еще разговаривать почему так ну я думаю нам никто не расскажет на заводах из чего он по-настоящему сделан до боль того у него видимо и решетка такая плотная получается даже если внизу что-то подорвало после полимеризации сверху уже не пройдет то есть он запечатывает эту низу было такое что я вот надели работал на колпатор наносишь прям вот хламину внутри все трубое дело это все формально перекрасить ничего страшного подождал там полчаса взял машину конкурентный покрасил максимум только на ладу рисунок и все больше никак отполировался на базе нет почему мы видим дефект на базе потому что чуть-чуть ориентируется неправильно да это риск а вот это кодуре все проседания аналитивно неправильно мы видим все это беду да изолятор это все дело изолятор упор заполнительный они тоже изоляторы это делается только за счет плотности материала времени сушки но те видим какие-то химические хитрости я честно говоря не знаю в том числе и эпоксидный один самых мощных изоляторов то есть тот вообще если вызвать что он химическими механизм почему-то не возможно скопливать потому что ну не помню царь все она привязаться в принципе работы такой шпаклевка это достаточно мощная полиэфирная смола с наполнителем до процессе утверждения которые пользуют активатор до поливизации используйте кислота вот так вот эта кислота должна добавляться в объемах от одного до трех процентов да соответственно там у холодных получше пара теплее поменьше но тем не менее в заданном вот этом году масштабе не больше взять тоже сделаем фишку интерес так вы сможете ли вы на глаз положить только сколько на больше и кто не попадал отлично не будет так вот если я его положу туда больше да то здесь такая ситуация да что активируется только та часть для которой необходим характер а то остальное остается в свободном виде так вот теракте кислотой и ничто не мешает и смыть быть смытым растворителя когда мы наносим в подлевку растворитель ой составе который исправить он совершенно спокойно подмывает не вверх поднимается на толщину полика потом мы перечищаем уменьшаем расстояние а тем не менее весь парик мы туда умерли всю вести ракет мы туда не дали когда начинаем наносить базовый транспорт это практически гипертрофированный раствор разбавителя да в условиях наших стран не берем не в руку где вода это сама все базовый красный состав которых под развалитель плюс от 40 до 120 процентов он опять попадает туда подтягивает кислоту вверх и вот эта кислота начинает обесцвечивать базовый красный то есть на синий цвете сиреневый пятно получить совершенно все хорошо шпатлёк если таскать не разбрасываться оптимально опять же 3 до рекомендую обработать проектно-сообразием по 80-20 эксцентриковой машинкой шагом 5 миллиметров 5 миллиметров достаточное расстояние для того чтобы сделать риску оптимального размера не только глубиной но и расстояние для того чтобы ее туда дело вот почему именно эксцентриком почему не прямой да потому что эксцентрик он как бы размывает принцип работы эксцентрика он нарезал риску и тут же я перебил сам по себе то есть вот здесь прошло у нас по 80 по 80 по 80 а вот здесь уже меньше здесь уже по 120 получается получается очень корректно замечательный вот все обработали поверхность 80 по 120 обезжирили смешали что нам на волосян волосян смешали софт вложили написано 25 минут при 20 градусов это не значит что я подошел здесь высохла не высохла это пластик причем очень толстый он так не высыхает помнишь о чем-то рассказывал до 4 следующий свой накладываем нет очень получится 25 минут феном феном очень сложно поймать потому что когда это 300 градусов 300 градусов для таких материалов все это больше чем 1 до есть реально шанс что вскипит или процесс полимеризации полет более быстро чем надо а я уже покажу что шпаток канал высыхает везде поэтому потери сам же рассказывал как на тест пластинка распадок на ночь ее заворачивает да здесь то же самое абсолютно вот на лист металла наносишь покрылку куда оставлю решил его приподнимает не спешим тут все что уже делал сегодня сейчас вопрос пока не отошли от этого далеко по поводу высохла шпатлюем дальше вообще шпатлюем то есть я нанес тонненько до примеру волосян подождал когда я могу срезать какие-то грехи и шпатлевания то есть можно еще режется где-то в районе трех пяти семи минут я срезал обдул я сверху протягиваю дальше я не дожидаюсь не дала у нас а зачем до старше смотрят что клевание мокрый 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 подожди я сейчас точно не скажу на каком из семинаров это было давно еще но я для себя освоил такой момент почему что я подготовки не учился вещай 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 такой момент даже мне освоила мне сказали я его запомнил что шпатлевка в итоге сохнет в общем слое и если нужно наносить друг по друг другу по чуть-чуть это будет лучше чем говорить один раз во первых толстая и потом просушил все это общем слоем масса можно спокойно тереть и все будет нормально супер мы все люди здравомыслящие да есть такая штука называется домой придумано фломастер и листочек бумаги и смотри что получается вашего мужа наверняка там на воле рассказывали что линейного садка на протелы проделки 4 процента 4 процента 4 процента более мелкого чуть поменьше но неважно и так перед нами первый слой мы его нанесли и он начал у нас что сжиматься потому что у нас он фон усаживается что-то что-то же он испаряется из него испаряются лишние летучие вещества он теряет в объеме в массе плюс полимеризация он тоже утягивается потому что потому что выстраиваете химические на связи и мы получаем но условно говоря уже вот столько весь этот процесс идет в течение двадцати пяти минут супер 7 процентов ой 7 минут это где-то вот здесь теперь я сверху я 7 процентов 7 минут и минуты и не увижу что рада я сверху накладываю следующий слой и что получается этот сохнет у меня самостоятельно а этот сохнет самостоятельно более того вот этот может поделиться вот с этим своими разбавителями это раз во вторых двадцать пять минут вот для этого а для этого всего лишь сколько там 17 прошло что получается что просто выехал подложка одного другим как гриб вот так висит боль там из-за того что ты изолировал верхний слой да вот отсюда уже выходит очень плохо у них действительно есть адгезия них есть адгезия давать нам понятно будем его физическое ездит такая же не всегда не всегда ну ладно опустим их найдите на вышла высохла на 25 минут и может потом смело перемазать ее следующий шпатлевка это без перейти ну там какие-то поры какие-то задачи там расковырять так получше зашло можешь конечно но вот так не стоит я бы никто ни один производитель не скажет кинуть на стекловолокно мокрый через пять минут а поток понавали ты так здорово сейчас любого производителя смотрим он выходит все выходит а ты ему просто херак за его закрываешь все очень просто вот если я сейчас раскрою почему это запомню потому что одним из таких моментов которые принципе все говорят что толстый слой шпатлевки сохнет равномерно равномернее быстрее потому что там термо это реакция чем тонкий слой шпатлевки тонкий слой будет сохнуть дольше гораздо больше чем так тоже шпатлевка замешиваем нанесенную пластину толстым слоем слушай ну я не могу сказать это вот что там больше что там быстрее есть определенная рекомендация заводов-изготовителей по толщине материал нанесенную дать об инструкции прописано если я решу нанести сантиметр вместо положено 5 миллиметров отсюда я так и заполнил и так и действовал я не знаю слушайте ну если работает не надо это ломать но работает значит работает но честно говоря я ни в одной инструкции этого не видел вот реально не видел да я думаю что я готов сейчас открыть любого производителя в интернете да тдс по шпатлевке посмотреть есть там такая технология там есть нанесение вот есть это прописано хоть у кого-нибудь что так первым тянул слой второй надо пожирнее тоже чуть-чуть потокло сразу и мерседесом так поле но еще не знаю состояние что можно перетирать где-то что еще нельзя и причем еще нельзя ровно два раза как минимум и я протягиваю если лак не досуг я попытаюсь базы покрыть лак и базы разные шлак по сами твои сады нет пояса у нас но и сады ну вот примерно то же самое кем и не обманешь ну если так работает ну ладно мы сейчас уберем лак и бас мы берем лак и лак 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 химическая эти продукты трубу все он нормально также а буду шпатлевку наш практически не хотел я увидел что мне хватает толщины я добавлю подожди давайте поточним значит смотри обычно лак на лак мы после полимеризации да ну то есть ночь приходишь как маловато таки еще работать ну то есть пример это уже 12 часов прошла нормально а что будет если я через 4 часа это сделал что один из них начал уже подсыхать то есть почти в полимер превратился тут ему сверху совет добавляю я делаю на работе восьмисотый лак повышенного блеска 800 800 лак утро приходим открасили 10 вечера камеры щелкнули ушли утром приходит кузовщик вешает цвет не в цвет зашел сфотографировал она не то мы просто вешаем ультрафайн мусоринки и все и даже не мотую красим нам 10 часов до нанесения слоя полная полимеризация не происходит за час цикла сушки она происходит долговременный процесс двухнедельный материал растворителя они как вы говорите они забираются лично сшивание это процесс как раз то полчаса 40 минут потом где-то же полимеризация который через 24 часов должно подождать условно значит полировать и 72 часа это полно цепочке устраивается я говорю о том что не прошло время не прошло мы же мы немножко в гараже необходимости чтобы пигменты из базы какой проникли мы поделились лаком чтобы они не перешли в верхний слой и остались ну это чисто из-за цвет я сделал все нормально я на машине пока полосок как метод на наши украинцы развивать но на гляну там с какой компания не сперли материалы но это у нас было хорошо если так это не премиум меня не интересно на самом интересной темы я об этом я поэкспериментирую потому что ну как чем больше я знаю дороже стою планишь поклевки или планишь поклевки в плане лака потому что у нас есть что-то можно вот и посмотрим какой момент в плане что нам замерить вот эти вот усадки и просадки это мне кажется практически невозможно это как-то если тест пластини нанести на тест пластина подсыхает по идее надо сделать из пластина здесь это просто второе где-то нанести уже две две детали еще добавить когда подсыхает старый может дальше со дня уже у нас там какая-то около 40 деталей чем не бред мой постали на работу вот потому что иногда в работе встречаешься с вопросами которыми вот я не могу потому что я просто не знаю все объем да я знаю там про технологии на в рамках своего опыта брать их общения все узнаете не за некоторые вещи не технология есть технологии которые производители все работают все равно как-то отходит куда рано или поздно каждого как если свой сертификат хорошо пускай работают как народу удобно да но не надо потом винить ну вот хочу я положить грунт на семидесятую риск ну хорошо тебе не подключает клади но то что он потом у тебя взял уселся ну ты его пожалуйста минут не грудь не там да все же вспомни о том что ты это сделал если материалы выстраиваешь ровной пирамидой они у тебя все ровные не может быть такого что где-то что-то уселось материал но если где-то я процарапаю то у меня эту царапину он играет соответственно сам последний слой